Доброе утро! На завтрак у нас сегодня гамбургеры. Да не просто гамбургеры, а для вегетарианцев. На самом деле, что такое гамбургер? Гамбургер – это котлетка, правильно, в булочке. Булочки вот у меня лежат, покупные. Я не пекла сегодня с 4 утра булочки, не волнуйтесь. А вот что касается котлеток, то мы с вами будем их делать. Сейчас я их искала на сковородку. Потушим на сковороде небольшое количество шпината. Так вот, котлетки мы будем делать из гороха нут. Он очень богат растительным белком, который легко усваивается. А добавим еще всякой другой разной полезности. Например, горсть шпината, который мы просто припускаем на сковороде на медленном огне, просто чтобы он стал таким вялым и готовым. Забыли про шпинат, пока шпинат там у нас готовится. Вчерашний хлеб. Если нет вчерашнего, ребята, высушите два кусочка хлебушка в духовке, чтобы это были прямо-прямо сухари, потому что ничто не сравнится с домашними сухарями. Никакие покупные не пойдут ни в какое сравнение. И потом их всегда можно использовать для любых других котлеток, не обязательно только для вегетарианских. Так, сухари измельчаем. Сухари измельчили? Получается вот такая мелкая хорошая крошка. Отставляем в сторону. Теперь берем горох в стакан, добавляем наш горох к гороху. Горох нужно либо замочить на ночь, отварить, либо можно взять готовый в банке. Самое главное, чтобы он был в собственном соку и без добавления всяких ненужных нам неприятностей. Так, теперь сюда же добавляем кусочек лука, небольшой шалот. Лук-шалот отправляем. Видите, тут совсем-совсем маленький кусочек лука. Если у вас нет шалота, используйте лук, который репчатый. И еще вот упа, перышко лука я возьму зеленого. Тоже его сначала мелко изрубим, а затем уже добавим сюда же стакан к нашему гороху. Знаете, сочетание вот именно двух видов этого лука очень интересно в этом рецепте работает. Вот так. Теперь мы сюда добавим тот шпинат, который, посмотрите, мог моментально за две минуточки. Вот так вот завел. Теперь с помощью насадки вот такой, погружной блендер, начинаем все измельчать. На самом деле, с помощью блендера это очень просто. Вот если бы нам пришлось то руками растирать, это, конечно, было бы что-то с чем-то. Ну вот, все до капельки, потому что это вкусно и полезно. Выкладываем теперь в какую-нибудь миску, добавляем сюда к нашим взбитым овощам и бобовым творог. У меня в данном случае творог, который называется рикотта, это такой сыр, который более сладкий, чем наш обычно привычный нам творог, который мы и любим, собственно говоря, за кислинку, за то, что он так все-таки такой остренький на языке. Этот сыр более, я бы сказала, сговорчивый и из-за своей сладости. Поэтому в этом рецепте, как ни странно, лучше работает творог вот такой рикотта. Но на самом деле он еще очень похож, знаете, на творог, который, если делать дома, на молоке, которое скисло, без закваски, а вот именно просто на чуть-чуть прокисшем молоке, получается замечательный творог. Такой творожок деткам маленьким часто дают. Желток, только желток, белок нам не нужен в это тесто. Растираем все это. А вот теперь, ребята, делаем, чтобы это было ароматно и пахучно. Немножко перца. Кориандр. Семена кориандра. И зира. Вот это все растираем. Пол чайной ложки кориандра. Четверть чайной ложки зиры. Растерли. А чтобы поддержать аромат сухого кориандра, семян кориандра, немножко кинзы, который, собственно говоря, по себе и есть кориандр. Только листики без палочек. Измельчили мелко-мелко горт кинзы. Все такое зеленое. Теперь перемешали. Разогреваем сковороду. Видите, какая прекрасная получается однородная у нас смесь. Разогреваем сковороду. На сковороду добавляем стопроцентное оливковое масло. На нем очень здорово жарить. Я вообще использую всегда при жарке. Да и вкус мне его просто очень нравится. Майонез на этом масле получается. Просто закачаешься. Так. Теперь все, что не нужно, убрали. А вот что нам нужно, пока масло разогревается, это приготовить булочки, потому что гамбургер должен быть с булочками. Правильно? Вот берем такие булочки. Разрезаем булочку вдоль пополам. И просто обжариваем ее в тостере. Вообще, когда тостер грамотный, у меня тостер, который меня никогда не подводит, можно разогреть хлеб, можно довести его до той корочки, которая тебе нужна. Там есть специально указанная цифра, которая вас интересует. Вот если вы, как я, например, любите очень зажаристые булочки, ставить там на четверочку, на пятерочку. Потом даже можно поставить четыре с половиной. А если вы любите булочки посветлее и просто теплые, то, естественно, там единичка, двоечка. Ну и потом даже разогревать-то можно. Так. Теперь мы берем наши сухари, которые мы с вами так хорошо, здорово измельчили. И в сухарях обваливаем наши котлетки. Присыпаем. Котлетка возьмет столько, сколько нужно. Удобнее всего. Разогретое масло уже вот так вот на лопатки ее отправляем. И обжариваем с двух сторон до золотистой корочки буквально несколько минутчиков, потому что здесь у нас все готовое. Готовить нам, как таковое, это не надо. Вот такие у меня здесь помидорчики. Можно использовать маленькие, а можно взять вот большие, чтобы получилось как настоящий гамбургер. Я нарезаю помидор вот такими ломтиками. Зажаристые. Посмотрите, какие красивые золотистые булочки. Взбрызну немножко экстра-верджин олив-ойл. Выкладываю вегетарианскую котлетку. Сверху кусочек красавца помидора. Накрываю укой. И желаю и себе, и вам приятного аппетита. А на следующий раз готовим рис, оливки, шпинат, томаты в масле и фету. Прекрасного вам дня. Обязательно завтракайте. Прекрасного вам дня.